Проект 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 Это колоссальный Совин объем работы Для которого требуется Очень большой ресурс Но останавливаться Было уже невозможно производство Вид Бортиза tracked уже началось начались натурные съемки и на этих натурных съемках Миша Со своими ребятами должен был быть супервайзер То есть специалисты по эффектам должны обязательно присутствовать на съемках для того, чтобы все кадры сняты потом можно было бы успешно обработать При этом финал съемок и дата начала постпродакшна уже тоже стояли в графике А это значит, что для того, чтобы фильм был дан последний необходимо было уже к этому моменту создать студию. За время съемок Миша параллельно не только успевал быть супервайзером на проекте, но и создавал студию. То есть он встречался с людьми, подбирал кадры какие-то. И, кроме всего прочего, нужно было еще найти помещение, в которое всех этих людей посадить, потому что Скандинава размещалась в помещении на 25 квадратных метров. Сейчас, на данный момент, у нас есть огромное почти 300-метровое помещение, которое Миша нашел. Это был заводской цех. Мишка же организовал там какой-то ремонт, чтобы можно было работать. Ребята построили, можно сказать, собственноручно построили элементарную простую мебель, установили компьютеры. И сейчас буквально это напоминает мне немножечко перевоз промышленности за Урал в времен войны. Примерно таким образом это все делалось моментально, и тут же ребята включались в работу. Сейчас в студии работают почти 30 человек. Вот Миша говорит, что мы никак не можем расстаться с окрыльной цифрой 28. Порядка 28 человек сейчас работает в студии. Все эти ребята сейчас занимаются постпродакшном картины. Сейчас наступил период, когда весь снятый материал на натуре, который снимали зимой и летом в павильоне Линдфильма. Мы сейчас все это вместе комбинируем, скажем так, композим вместе. Практически, можно сказать, на этом этапе фильм в своем виде идеологическом и смысловом, он, можно сказать, готов. Только ему сейчас осталось начистить доспехи и подружить вместе то, что мы сняли. То есть все элементы, все части фильма, которые будут присутствовать, чтобы это выглядело полностью реалистично и правдоподобно. Каждый кадр будет распределяться максимально на задачи. Каждая задача занимается определенный отдел. И даже снег у нас занимается снегом отдельный человек. То есть это такой, ну, снежный человек, который знает, в каком месте фильма снег начинает сильно идти, в каком он начинает идти медленно, где танцующие снежинки, где уже пепел появляется и так далее. Можно сравнить нашу работу с некой конвейерностью. То есть у нас есть некий центральный хребет, в котором происходит композ и сборка всего, что люди создают и всех элементов. Но конвейер в лучшем смысле слова здесь, потому что он позволяет избежать максимальное количество ошибок при нужной отстройке и оттачивании этого механизма. Я очень благодарен тем людям, которые мне доверяют в этот процесс, потому что то, что сейчас получается и все вот эти вот идеи, которые у нас возникли с самого начала, они были умозрительные, они были только теоретические. Но практика сейчас, она показывает, что направление мы выбрали правильное. И весь опыт ребят, которые они за это время набрали, он является огромной базой и фундаментом вот в этой нашей модульной системе встроенных частей. Он очень сильно нам помогает. Поэтому, естественно, один как бы или там со всеми ребятами мы бы это ничего не сделали. Вообще постпродакшн состоит, можно сказать, из двух вещей очень важных. Это работа с изображением и работа со звуком. Работа со звуком – это огромный кусок работы, который, в общем, в корне меняет представление о картине. И он состоит из шести основных компонентов. Это речевое озвучание, шумовое озвучание, всякие мелкие эффекты, всякие пряжки, всякие шаги и прочие. Спецэффекты – это взрывы, выстрелы и все прочее. Атмосфера – это воздух, который находится вокруг сцены, который на экране в данный момент. И чрезвычайно важная вещь – это музыка. И вот эти вот пять компонентов, в какой-то момент сводятся все в одну общую картину. И делается это при помощи перезаписи. Это огромная-огромная работа, невероятно интересная, которая тоже является частью постпродакшна. Мы звуковой постпродакшн делаем на студии «Нивафильм». Это знаменитая, прекрасная питерская студия, на которой было озвучено и переозвучено какое-то несмертное количество картин. Здесь дублируются западные картины голливудские, мультики знаменитые. В общем, студия очень с большим прошлым. Сейчас композитор заканчивает работу над музыкой, и в скорое время мы будем писать симфонический оркестр, но об этом сделаем отдельный материал и обробно расскажем.